Итак, какие сайты, какие видеохостинги поддерживает WordPress? То есть мы сейчас говорим как раз о технологии OMB, то есть взяли ссылку, вставили, и у вас все отобразилось. На самом деле мы пользуемся немногими. Мы пользуемся YouTube, но еще в крайнем случае Vimeo. Все, больше как бы нет, я не замечала больше на российских наших блогах, чтобы что-то использовали, потому что большинство видеохостингов, они заточены под иностранцев, и там большинство видео, конечно, на русском, вернее, точнее, на английском, да, и, соответственно, даже если вы возьмете там какое-то готовое видео, которое вы хотели бы показать у себя, то, соответственно, ну, я не знаю, это надо понимать, да, свою аудиторию, если они знают английский, то, ну, можно, да, если нет, то нет. Ну, все равно покажу, да, какие самые популярные. Первый это Bleep, он, кстати, давно уже дружит с WordPress, еще с версии 2.9. Вот, Dailymotion тоже очень популярный. Видеохостинг. Кстати, хочу сказать, что Видеохостинг используется не только для того, чтобы вы могли загрузить свое видео и взять ссылку, и как бы отразить на своем блоге, вы также можете брать и другие видео, да, то есть не нужно их, допустим, загружать себе на компьютер, потом к себе в аккаунт, потом брать ссылку и отображать у себя на блоге, нет. Вы берете просто ссылку уже, видео, которое вам нравится, ссылку и вставляете к себе на блог. Вот это не запрещено. То есть вы можете отобразить чужое какое-то, чье-то видео у себя на блоге. Вот, поэтому, если, допустим, вы можете что-то поискать, какие-то видео вам нужны на английском, то вот Bleep и Dailymotion очень популярны. Vimeo очень популярный, и там хорошие есть тоже материалы. Я, кстати, очень использую Vimeo по той причине, что там есть платный аккаунт, и можно закрывать видео под паролем. Ну, вообще, там, кстати, очень много возможностей Vimeo. Мы отдельное вообще сделаем, отдельный урок по Vimeo. Вот, и я всем вот рекомендую, если у вас, допустим, какие-то есть закрытые видео, есть смысл именно на Vimeo использовать. Дальше, WordPress TV – это видеохостинг самого WordPress, и, ну, вы там, в принципе, там нет возможности просто открыть аккаунт, как на YouTube, да, и загружать свои видео. Но можно просто там посмотреть, очень хорошие есть видеоконференции, видеоуроки как раз по WordPress, и они приветствуют хорошие видео, ну, чаще, конечно, больше на английском, их интересует видео. Если есть какие-то инструкции и прочее, то можно тоже посылать ими, и они будут публиковать. Вот, и последнее – это YouTube. Ну, мы все его знаем, да, это известный видеохостинг. Вот, даже оттуда можно получать трафик, поскольку это является еще и социальной сетью. Итак, вот эти, я не перечисляю другие, да, там, на самом деле, список большой, это я просто его сократила, показала, там по алфавиту выстроены они. Там очень много всяких ресурсов, которые позволяет WordPress делать вставки. Таким вот образом, как OMB, да, то есть только ссылка. Есть и видео, и музыка, и картинки, и документы, и слайды, опросы, да, опросы. То есть это все мы тоже будем смотреть и периодически возвращаться к этому списку. Так, идем дальше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!